Аграбилбанк, ка просплатиться с кредитом. У Гомеля затримали подозронного у двух разбойных нападениях на банковские отделения. Нагадаем, або два выпадки отбылись у Гомельском районе. Первые и удалы для ограбежников в поселку Большавик, другие безвыниковы в агрогородку Бабовичи. Сегодня во Управлении внутренних справ Гомельского облаканкама прошел брифинг, на котором обучены усе подробности справы. Евгения Кухаронок протягнем. 24 тома материалов, широк экспертиз от працовка версий и звужение кола подозронных. Ход раскрытия злашинства в бою взяты под особистый контроль министром внутренних справ Белоруссии Юрием Караевым с моменту здействия первого нападения. Тогда 10-го студента в поселку Большавик невядомо ворвался в банк, погражающий супрацовником-продметом, подобным на пистолет, заволода убойной суммой, каля 11 тысяч рублей, и сник. Были подняты по тревоге все близлежащие подразделения органов внутренних дел. Введен специальный план с целью задержания по горячим следам преступника. Примет, конечно, практически никаких не было, кроме того, что внешние признаки одежды. Отрабатывалось ряд версий. Благодаря профессионализму сотрудникам, которые были задействованы в составе следственно-оперативной группы, нам удалось определить круг подозреваемых лиц, и мы были на верном пути. Другого соковика невядомо пришел за грошимое отделение банка у агрогородка Бабовича. План деяния был ответственному студенскому разбою. У руках грабежника был снова предмет, подобный на пистолет, погрожающий, яким он потребовал гроши. Однако на этот раз супрационница банка отмывалась выполнять умовы злоумысника и натиснула на тревожную кнопку. После чего невядомо утек. Подозреваемых затримали просто два дня. На след преступника удалось выйти. Установлена была не только личность, но и наружное наблюдение за фигурантом. И когда непосредственно уже подозреваемое лицо попыталось избавиться от вещественных доказательств, принято решение о задержании. Затримание проводили супрационники от раду милиции особого признашения. Подозреваемым у разбойных нападениях оказался 26-х годовый гамальчанин, индивидуальный предпринимательник. Молодый человек, сознався во ученении злочинства, распавел все обставины и причины своих деяний. Похищенные деньги после разбойного нападения в большевике были, по его версии, потрачены на погашение кредитов и на иные личные нужды. Пока эта информация проверяется, направлены необходимые запросы, тем не менее проведенными следственными действиями с 4 марта лицо было задержано в порядке ст. 108 Уголовного процессуального кодекса. 6 марта предъявлено обвинение по части 2 ст. 207 Уголовного кодекса – это разбой, совершенный повторно. Избрана мера пресечения, которая санкционирована в прокуратуре Гомельцкой области в виде заключения под стражей. На даденном момент опрацовывается версия наявности соудельника у грабежах. Ведется пошук предмета, який выкористовывался при разбойных нападениях под видом огнестрельной зброи, узбуджена криминальная справа.